Еще одна неотъемлемая часть праздника это подарки. К выбору презентов нужно подходить с умом, а лучше всего загодя попытаться выяснить пожелания человека, иначе можно оказаться среди тех, чьи подарки россияне назвали в числе самых бесполезных. Такой опрос в преддверии нового года провел в ЦИОМ. В антирейтинг попали статуэтки, сувениры, кухонные принадлежности, а еще носки и сладости. Кстати, как следует из исследования, чаще всего презентами недовольны женщины. Мне кажется, есть на свете человек, от которого будет приятно получить абсолютно любой подарок. Я про Деда Мороза. Сейчас у зимнего волшебника как никогда много работы, и мало кто представляет, какую нагрузку испытывают люди, превратившиеся в сказочных персонажей. Даниил Седов сумел заглянуть в закулисье индустрии праздника, а что из этого получилось, узнаете прямо сейчас. С оленем в упряжке и со своей верной помощницей прямиком из сказки он пришел в Иркутск и принес с собой праздник. Каждую зиму Дед Мороз самый желанный гость в любом доме. Рабочий день у волшебника в декабре начинается в 7 часов утра и с расчесывания бороды. В этом Дедушке Морозу помогает Снегурочка, которая, к слову, просыпается еще раньше. Самое главное, чтобы дедушка у меня красивый был, замечательный. Бороду нужно накрутить, бровки начесать. В общем, дел не в проворот. Это тот вариант, когда не девчонки долго собираются, а мальчишки. На сборы у Деда Мороза и Снегурочки уходит минимум 2 часа. Внешний вид должен быть идеальным, ведь когда именно закончится рабочий день у сказочных персонажей, не знает никто. Ведь в планах поздравить тысячи ребятишек в Иркутске и успеть надо каждому. График такой плотный, что мы смогли пообщаться с дедушкой только по пути на очередной утренник. В таких условиях на оленью пряжке по городу особо не разъездишься. Поэтому у нашего дедушки свой личный водитель. Это просто удивительный снеговичок. Мы очень рады, что он нам однажды попался 7 лет назад. Он берет отпуск, работает очень хорошо, на очень хорошей должности. Но берет отпуск и каждый год нас передвигает. И даже в пути у зимнего волшебника телефон не замолкает. Каждую минуту поступают все новые и новые заказы. Встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой хотят не только дети, но и взрослые. Отказывать тем, кто верит в сказку, дедушка не привык. Поэтому он старается встретиться с каждым. Даже если в ущерб самому себе, о приеме пищи в такие дни буквально приходится забыть. А Дедушка Мороз, он только... Просто на диете. Да. Он только пьет через трубочку. Приходят на помощь детские пюрешечки. Сильно не люблю эти вещи. Но иногда, когда день загружен, начиная с 9, с 8 и заканчивая 4 следующего дня, ну вот тогда без этого не обойтись. А на утренниках Дед Мороз не может обойтись без игр и конкурсов. Сейчас в условиях коронавирусных ограничений проводить мероприятия в помещениях школ и детских садов нельзя. Но волшебник придумал выход из этой ситуации. С детьми дедушка встречается на улице. Давайте представим, что этот мешок очень-очень горячий. Мы будем его передавать друг другу, но у себя не задерживать, чтобы не обжечься. И в таком безостановочном режиме Дед Мороз и Снегурочка проработают до середины января. Хотя сами сказочные персонажи утверждают, что все эти поездки, конкурсы и подарки – не работа, а удовольствие. Ведь каждый год они приходят в нашу жизнь, чтобы подарить сказку. А после уходят и оставляют на весь год воспоминания, эмоции и тепло. Данил Седов, Василий Заводский, Павел Рютин, Снегурочка и Дед Мороз. Новости по будням.